Из беседы святого Иоанна Златоуста Поучение о том, что настоящая жизнь наша есть пребывание как бы в гостинице, почему и не надо восторгаться земными благами, а стремиться к Царству Божию. Послание к евреям Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Свидетельствовал святой апостол Павел, определяя сущность земной нашей жизни. И действительно, едва успеет человек одной ногой вступить в мир сей, как другой, другую ставит уже во гроб. Первый шаг младенца есть первый шаг к его смерти. Немощь и рождение уже суть начатки смерти. Колыбель наша, предтеча гроба, пелены, первый край погребания плащаницы. На пути все мы, и хорошо думать о всем, чтобы не забыть путевых распоряжений. И также не привязывая своего сердца к гостинице, в своем земном странствовании. Никакой благоразумный человек не строит дом на пути. Вот истина, которую христианин должен иметь постоянно в уме, смотря на жизнь сию, как на временное пребывание, только в гостях и стремясь отойти отсюда в дом свой, отечество свое, которое находится там, на небе. Разве ты не знаешь, что настоящая жизнь есть путешествие? Разве ты, гражданин, ты путник и странник? Не говорите, у меня такой-то город, у меня такой-то... Ни у кого нет города. Город горе, а настоящее есть путь. И мы путешествуем каждый день, пока движется природа. А есть ли такой, кто на пути откладывал бы деньги? Есть ли такой, кто бы на пути зарывал золото? Когда ты войдешь в гостиницу, то скажи мне, украшаешь ли ты гостиницу? Нет, но ешь и пьешь, и спешишь выйти. Настоящая жизнь есть гостиница. Мы пришли и проводим здесь настоящую жизнь. Постараемся же выйти с доброй надеждой. Ничего не будем оставлять здесь, чтобы не погубить там. Когда ты войдешь в гостиницу, то говоришь слуге, смотри, куда кладешь вещи. Не оставь чего-нибудь здесь, чтобы не пропало что-нибудь. Нужно все принести домой. Так и мы в настоящей жизни. Будем смотреть на жизнь, как на гостиницу. Ничего не оставим здесь, а понесем все в Отечество. Ты путник и странник, ты даже меньше путника. Путник знает, когда он входит в гостиницу и когда выходит, потому что он властен и войти, и выйти. А я, входя в настоящую жизнь, не знаю, когда выйду. Иногда приготовляю пропитание на долгое время, а Господь внезапно взывает ко мне. Безумный, кому же достанется то, что ты заготовил? Всю ночь душу твою возьмут у тебя. Неизвестен выход, непрочность тержания, со всех сторон волны. Зачем же ты увлекаешься этим призраком до безумия? Зачем, оставив истину, бежишь к теням? Что же скажешь нам делать? Одно делай. Возненави деньги и люби свою жизнь. Отдели излишнее, не желай чужого, не обижай вдовицы, не похищай у сироты. Похищай же там, где венец. Зачем похищаешь у бедного, который жалуется? Похищай у Христа, который хвалит. Если бы ты захотел только подумать о том, чтобы похитить царство земное, то был бы наказан. А царство небесное, если не похитишь, то будешь наказан. Где житейская, там зависть, где духовная, там любовь. Об этом размышляй каждый день, чтобы, увидев кого-нибудь несущимся на колеснице, одетым в шелковую одежду, ты не смутился и не встревожился. Не хвали богатого, но только того, кто живет правильно. Не осуждая бедного, но научись иметь о вещах правильное осуждение. Аминь.